Здравствуйте, дорогие друзья! Я Наталья Ежова, и мы с вами в новой студии подкастов «Универ ТВ». Сегодня у нас почетный гость, доктор психологических наук, директор школы частной психологической практики. И я, если позволите, Сергей Владимирович, добавлю, практикующий психолог с гигантским стажем. И автор уже довольно длинного списка книг по практической психологии, как для специалистов, так и для обычных людей. Сергей Владимирович Петрушин. Здравствуйте, Сергей Владимирович! Здравствуйте! Спасибо, что пришли. Я знаю, что у вас очень жесткий график, и вы очень благодарны вам за то, что вы нашли время к нам сегодня прийти и вот так вот вживую поговорить. А поговорить мы с вами будем о браке, или, точнее говоря, об отношениях. У вас есть замечательная книга, которая так и называется любовь и другие человеческие отношения. И поскольку мы все знаем, что отношения это такая же ценная штука в наше время, и в любое время, наверное, мы как раз об этом говорим. Сразу говорю, что у нас молодая молодежная аудитория, нас смотрят студенты КФО, это люди, которые не так давно еще вышли из своих ядерных родительских семей, и наверняка у них нет достаточного опыта, нет, может, присутствуют какие-то страхи, связанные с тем, что такое отношения, как в них вступить. Ну, не мне вам говорить, что отношения самый частый запрос в консультации. Да, я вот давно работаю психологом-консультантом. Собственно говоря, книга родилась как ответ на то, что проценты 80-90 люди обращаются именно с темой частной жизни, темой отношений. Отношения с супругом, с родными, с детьми. Хорошо. Ну и да, вот цитата, который мне нравится на эту тему. Если мы все еще люди, то нам нужны человеческие отношения. Вот что, что люди сегодня ищут вот в этих отношениях? Ну, когда мы говорим про отношения, это такая широкая же тема. То есть там есть взаимодействие, там есть эмоциональный контакт. Ну, в основном, чаще всего имеется в виду вот этой близости, что нам нужны какие-то связи. То есть отношения — это связь человека с человеком. И этого не хватает. Ну, и я так понимаю, что, по крайней мере, в вашей книге, про которую я говорю, это написано совершенно четко, что, я цитирую, межличностные отношения, это как раз о них мы и говорим, не есть нечто однородное. В них можно выделить различные уровни. И, наверное, вот мы об этом поговорим, да, о том, что они иногда имеют свойство смешиваться и доставляют нам такие вот неудобства, вот связанные как раз с этим смешением. Ну, когда говорят про отношения, к ним относятся как что-то такое инфернальное. Ну, вот случились, вот отношения случились, как-то они там развивались, потом они, иногда они обостряются, иногда они разрушаются, рвутся. В общем, есть разные метафоры, но хотя они невидимые, но, в принципе, с помощью интеллекта мы можем как-то их структурировать, то есть выделить. Вот если представить, что есть такое вот пространство отношений, и это действительно не что-то однородное. Ну, вот в том подходе, которым я работаю, на практике, то есть он, как всегда, родился на одной из консультаций, я увидел, что можно выделить как минимум три уровня отношений, три вида отношений. Это отношения, так называемые, социальные, то есть социальные отношения, эмоциональные и сексуальные. Ну, исходя из чего это было деление, что у человека как в целом можно выделить, вот у него есть личность, у него есть душа, у него есть тело. Получается, когда мы взаимодействуем как личность с личностью, это такие ролевые отношения, ну, учитель, ученик, начальник, подчиненный, покупатель, продавец, то есть там есть роли, правила, договор, санкции, в общем-то, все понятно. На корме это у нас есть душа, душевный контакт, и это напрямую не связано с роли, поэтому это как бы отдельный такой уровень. Ну, и телесное взаимодействие, сексуальный уровень, тоже он не сводится ни к социальному, ни к душевному. Никаким правилам вообще, да? Для тела, наверное, вообще правил никаких нет. Ну, там тоже, просто на каждом уровне есть свои правила. Вот если мы рассмотрим вот эти уровни в рамках, ну, отношений имеется в виду мужчин и женщин, можно это называть браком, можно конкубинатом, как угодно, да? Вот мужчин и женщины, которые, допустим, хотят стать парой или хотят стать браком, в принципе, сейчас как-то вот это вот все стирается, и вы как раз тоже об этом говорите, и что-то как будто на этом стирающемся формируется новое, да? И вот штампик, или вот такая прекрасная у вас фраза, штампик, и это есть определенная социальная магия, да? Вот тоже, когда есть конкубината, человек переходит в законные отношения. Вот когда я читала книгу, первое, что меня поразило, как брак, это договор, вы о чем вообще? Ну, да, то есть предполагается, что, скажем, вот если мы можем любить друг друга, это один уровень отношений, да? У нас могут два уровня отношений, то есть мы любим и еще и интим какой-то, да, это называется любовники, там. Но если мы хотим, чтобы у нас был муж и жена, муж-жена это же роли, то есть раз это роли, значит, у нас подключается социальный уровень, то есть у нас как минимум, ну вот, если мы говорим о браке, это самая сложная система отношений, потому что там сразу есть три уровня, больше нигде не бывает. А, то есть изначально подразумевается, что в нем заложены все три уровня, социальный, это вот тот самый штамп. Это самый сложный, и если штампа нет, то получается, есть только эмоциональный и сексуальный, ну, это такое, знаете, ну, как бы игра, вот так называемый, гражданский брак называется. Начнем чреваться, что, ну, как бы люди, там тоже интересно, там, например, женщина считает, что она замужем, а мужчина считает, что он свободен, вот. Ну, и вообще, сама идея гражданского брака, она очень такая невротичная, потому что гражданский брак, как будто мы, ну, еще не решили до конца, ну, то есть мы вместе, ну, если... Пробный какой-то, да? Ну, да, да, да. То есть если мы решили быть мужем и женой, ну, оставьте печать, все, то есть как любые социальные отношения, там есть договор. Я же не могу там прийти в магазин, у прилавка и начать продавать. Мне скажут, ты кто? Я говорю, я продавец. Подождите, а вы тут вообще что делать? Ну, я так решил. Документы ваши, документы. Да, сходите к директору, оформите и так далее. То есть ты делаешь все то же самое. Ну, и некоторые говорят, там, ну, подумаешь, печать в паспорте, ну, это ерунда, но без этого хорошо. Я говорю, ну, окей, если вам это ерунда, поставьте, посмотрите, и вы увидите, что это очень сильно меняет, потому что это подключает социальный уровень, и там уже возникают определенные требования, отношения, там, права. Гражданская ответственность, там, море всего. Ну, плюс у нас есть государство как-то защищает, есть кодекс о браке и семье, который, кстати, почти никто не читает. Когда я спрашиваю, а вы, кто такие муж и жена-то вообще, что у жены есть права, да, то есть так люди задумываются и первый раз слышат. Хотя книжка тоненькая вроде бы, ничего особенного. И вот здесь начинается самое интересное, когда вы, допустим, говорите, о чем вам мешает, что вам мешает штампик поставить, да, и вот это вот начинается, что, а я как-то не готов, а к чему не готов, да. И на самом деле вы правы, мы же фактически расписываемся, когда в ЗАГС приходим, мы расписываемся в том, что мы заключили бы брачное какое-то соглашение. То есть у нас включается вот, ну, и вот я начал с того, что это самый сложный уровень отношений, поэтому нужна очень крутая подготовка, потому что даже космонавтов там, когда посылают, их там подбирают, тренируют, за ними психологи наблюдают, потом в космос отправляют, там, чтобы, не дай бог, там. А у нас нет никакого сопровождения. То есть у нас люди говорят, мы любим друг друга, ну, и типа этого достаточно. Но на мой взгляд, брак, он к любви не совсем имеет отношение. То есть когда говорят, что мы любим друг друга, можно сказать, ну, любите, жениться зачем? Ну, то есть если мы хотим еще жениться, значит, у нас есть какой-то проект, должен быть. Проект, замысел, то есть какое-то совместное взаимодействие, ну, это социальный уровень. Потому что одна любовь, она не вытянет. А вот то, что вы пишете про то, что, про родственные вот это связи, да, то есть муж и жена – это социальные роли. И вот хорошо вы очень написали про то, что муж и жена часто называют друг друга родными люди, и вот тут уже вот это вот первый перекос как бы происходит. Да, это тоже случайно, тоже опять на консультации возникла тема. И вот эта фраза, муж, я говорю, а муж – это родной или чужой? Вот можете поспрашивать, большинство людей как отвечает. Конечно, родной, я сама в эту ловушку попала, мгновенно. Свой, родной, близкий, то есть все в кучу смешивают. Но если он родной, ну, извините, тогда что делать с сексуальным уровнем тогда? Ну, потому что с родными же, в общем-то, нельзя этим заниматься. Да, сексом заниматься нельзя. Тем более инцест – один из самых сильных табу, по-моему. Да, да, да. Поэтому, когда люди вот так вот сродняются, у них первым делом страдает интимная связь. То есть они становятся как брат и сестра, вот сродняются, и, как там моя коллега называла, такая постель превращается в братскую могилу. Ну, то есть леглись, обнялись, по спинке погладили, ну, и все, и хорошо. Это очень опасно. То есть вот все время надо делить, что муж и жена, они близкие, но не родные. Вот эти две категории люди путают. Близкие, родные. А тогда, получается, если мы не в родственной категории, то близкие, далекие, да? Да. То есть тогда, получается, родные могут быть далекие и близкие, и чужие могут быть далекие и близкие. А мы чужие, далекие и близкие. Поэтому муж, он чужой, но близкий. Близкий, но не родной. И вот это будет давать такое вот, ну, некоторое напряжение будет создавать. Которое как раз и нужно. Да. Потому что родственники, мы расслабляемся, ну, раз мы родные, от родных же никуда не денешься, с родными не разведешься. Да. То есть это все навсегда. И не надо напрягаться. А если я понимаю, что мы чужие, ну, близкие, но чужие, то есть, значит, в любой момент человек может сказать, все, я пошел. То есть надо как-то, ну, внимательно относиться. Вот тоже цитирую кусочек из вашей книги. Сегодня существует в основном смешанный тип семейных отношений, в котором уживаются элементы как традиционной, так и новой модели семьи. И это как раз смешение приводится к большому количеству конфликтов. В чем заключается традиционное или, как еще называют, патриархальное правило семейных отношений? Ну, в принципе, он ведь, как мы уже говорили и на предыдущих каких-то передачах, о том, что он постепенно изживает себя в силу того, что... Ну, да, сегодня есть уже... Живая конструкция должна. Около 30 вариантов семейных отношений. Да, да, да. То есть 21 век, то есть одна модель, старая модель, она уже очень плохо работает. Ну, то есть она может, но это надо, чтобы два человека действительно по ней следовали. Тебя домострой устраивает? Да. Меня тоже. Вот продолжаем жить в домострое, да? Когда я спрашиваю, у меня всегда есть такой вопрос, первый вопрос. Вы хотите быть вместе? Ну, мужа там. Он говорит, да. Жену свою. Он говорит, да. То есть раз они оба сказали, да, значит, конфликт это не должно быть, значит, вы партнеры. А второй вопрос я спрашиваю, у вас иерархичные отношения или партнерские? Ну, то есть если они говорят, иерархичные, и оба согласны, так пожалуйста, вот, вот и есть такой домострой. Муж глава семьи, но если они говорят партнерские, то это какая-то уже другая модель, это уже какие-то, ну, там, надо уметь договариваться друг с другом, соблюдать интересы. И поэтому большой процент разводов, потому что старая модель не работает, поэтому вот она кричит по швам, ну, когда я начинал, процент разводов был, по-моему, одна треть, что ли, 30 процентов было. Это казалось огромная цифра. Сейчас это уже больше половины, я не знаю, там. Я больше скажу, я смотрела статистику, там вообще чуть ли не к 90 процентам подходит. Вот, то есть это говорит о том, что, ну, как бы два варианта. Либо сама идея брака устарела, мне кто-то так и говорил, что брак умер, все. Ну, я придерживаюсь более оптимистичного взгляда, что брак не устарел, но модель уже старая. То есть новая модель еще неизвестна какая, поэтому сейчас люди экспериментируют. Одно из 30-ти их выбирают, то есть 30-ти почти выбирают, да, для себя? Ну, например, такая есть модель, где у каждого есть свое пространство для жилья. То есть вовсе не обязательно, почему обязательно жить вместе? Кто сказал? Типа гостевой брак, по-моему, называется, да? Нет, это не гостевой. Это по-другому как называется? Это брак, просто у меня своя территория, у тебя своя территория. Жилье, буквально. Вы имеете в виду внутри одной квартиры, своя комната, твоя моя, твоя комната, или разные квартиры? Разные квартиры могут быть. Мы встречаемся, мы общаемся, там, может быть, такой вариант. Ну, в общем, тут люди придумывают, ищут. Поэтому я думаю, что это не форму надо упираться, а надо найти форму, которая бы соответствовала, ну, в которой вам было бы хорошо. Так ведь это самое сложное, найти, вот, мне кажется, вот, и здесь, как будто мы уже социального уровня должны перейти на эмоциональный, потому что на эмоциональном уровне люди в паре хотя бы общаться должны. Ну, естественно. Да, ну, как-то вот открытыми быть, да? Если я тебя спрашиваю, что ты хочешь, то ты должен мне сказать, что ты хочешь, а не молчать. Ну, здесь, если мы говорим про эмоциональный уровень, конечно, здесь самое главное – это наличие совместных переживаний. Вот чего не хватает. То есть искать какие-то ситуации, потому что, когда мы начинаем, мы же начинаем с эмоционального уровня. То есть мы увидели друг друга. Симпатия, это эмоции. Полюбили друг друга. То есть вот мужчина и женщина – это не социальные отношения и не сексуальные отношения. Это именно эмоциональные отношения. То есть это некая такая, ну, так сказать, два вида людей – мужчина и женщина. Между нами связь возникает. Но потом, когда люди начинают жить, они как бы начинают это терять, они становятся уже раз и мужем, и женой. То есть они уже забыли, что когда-то были мужчины и женщины. А потом рождается ребенок, они становятся папой и мамой. То есть они уже забывают, что они муж и жена. Вот наша мама пришла, вот наш папа пришел. Ну и вот все потом исчерпывается. То есть я думаю, что вот, хотя брак – это социальная структура, но чтобы вот все продолжалось, вот эта красная линия, вот этот… Подогревать надо этот котел, да, эмоциональный? Нет, вот этот первичный эмоциональный уровень, его надо сохранять. Что понимаешь, что я мужчина, а ты женщина, и наоборот. Вот этот романтизм, вот эти цветы, вот эти там свидания, то есть вот какие-то такие практики там могут быть, да, посвященные тому. То есть вот это очень сильно, конечно, создает такую сущность семьи. Потому что если это теряется, но остальное как бы смысл тоже теряется. Знаете, в каком-то фильме была цитата «На наш брак работают я, он и наш психотерапевт». Вот, иначе, да, идем психотерапевт. То есть, как моя коллега говорит, вот Ромео и Джульетта, они должны пройти сквозь все времена. Вот это сохранить свою Ромео, сохранить свою Джульетту. Такое ядро… Друг для друга оставаться 14-летними подростками с горящими глазами влюбленными. Это такая непростая задача вообще, не перестать видеть в своем… Ну, Ромео и Джульетты могут изрослеть, могут и постареть, но они все равно остаются. У меня вот одна знакомая, она делала такой тренинг, там, ну, вот взяли диалог из Шекспира и вот читали вот Ромео и Джульетты, там, по 14, по 13, вот они читали. Потом сказали, представьте, что они выросли, они уже ушли люди, им там под 40-30 лет, как бы был диалог. И они читали диалог, но они хотят, но там тоже есть эта страсть, там все есть. Потом сказали, представьте, что им уже вот под 60, но они Ромео и Джульетта, как они будут читать. И там тоже это было, вот. То есть, тоже вот, то есть, оно там немножко меняется, но в любом возрасте можно это сохранять. А как еще на уровне браки выглядит спутанность социального с эмоциональным уровнем? Ну, ну, здесь, наверное, разделять, что социальный уровень, как мы говорили, это договор, это правила, это требования, это санкции, если нарушаются. А эмоциональный уровень, ну, это любовь, собственно говоря. А любовь у нас, дитя свободы, поэтому на эмоциональном уровне у нас нет никаких договоров. Ну, мы не можем договориться, там, пообещай мне, что будешь любить меня всю жизнь. Можно, конечно, пообещать, но надо быть очень наивным, чтобы в это верить, и откуда я знаю, что случится. То есть, когда люди в смешании, когда люди вот эти требования, они переносятся в эмоциональную жизнь. Ты меня не любишь, потому что ты мне шубу не покупаешь. Да, они начинают требовать, они начинают друг друга наказывать. Вот эти санкции в виде, там, обиды, вины, то есть, вот оно все потихонечку разрушает. А там вообще рукой падает до манипуляции уже, прям вот, близко совсем. Ну, это эмоционально, да. Так же и бывает здесь, с перепутанницей. Ну, вот на работе, например, у нас люди, такие чуть не семейные отношения пытаются выстраивать. На работе? Ну, да. Ну, да, бывает. Служебный роман, собственно говоря, откуда берутся. Ну, да, но это уже такая невротичная ситуация. А вот тоже из вашей книги. Можно ли любить, вы пишете, иногда спрашивают, а можно ли любить больше одного человека? Ну, это тоже очень с сегодняшнего дня отзывается про открытые браки, про полиаморные отношения. Не совсем. Вы путаете любовь и секс. А, вот. Я тоже в эту ловушку попала. Я тоже в эту ловушку попала. Можно путать социально-эмоционально, может путать сексуально и эмоционально. А, да, 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 точно. Я хотела теплых отношений и пошла в сексуальные, и там было разочарование, потому что я не туда пошла. Да, я очень сейчас. Ну, вот эта тема, понимаешь, поднимается. Говорят о сексуализации любви. То есть людям кажется, что у них возникает любовь, теплые чувства. И они почему-то думают, что вот секс – это высшая стадия любви. А это совсем другое. То есть когда они туда сваливаются, то могут обнаружить, что как-то все усложнилось. Как-то все, да, это было все прекрасно. А тут секс все испортил. Ну, секс, иногда секс просто все портит. То есть секс к любви, я к рамольной вещи, но он к любви не имеет отношения. То есть секс – это больше связано с инстинктом продолжения рода. Это наша физиологическая потребность. Ну, организму вот он так заряжен, что им надо получать определенное. Это больше тема удовольствия. То есть на сексуальном уровне в основном связано, ну, не знаю, как. Ну, как покушать надо, вот секс – это принадлежит и серию. То есть он не сближает людей. Сам по себе. А как же в популярной психологии такая фраза муссируется, что для женщин путь к сексу через любовь, а у мужчин наоборот. Путь к любви через секс. Это жуткая путаница. Это жуткая путаница. Так она же, понимаете, на каждом светофоре просто звучит. Да. То есть вот есть такая какая-то картинка, что вот женщины такие романтики, да, а вот мужчины, значит, такие грязные, похотливые животные. Им только секс нужен, да. Вот смотрите, есть такие данные, что… Ну, вот сколько оргазмов может мужчина получить за ночь? Ну, договорите, у вас ведь данные есть точные. Нет, ну, один, ну, максимум два. Ну, один, ну, два, три, может быть, в зависимости от возраста и темперамента. Ну, друзьям скажут, что три, да. Ну, и то не каждый, да. Сколько оргазмов может получить женщина без вето для организма? Сколько угодно. Безграничная, то есть до 80. Теперь, знаете, вопрос. Потом мужчин, сколько эрогенной зоны? Одна маленькая эрогенная зона, ну, или чуть побольше, да? Ну, ладно, две с половиной, договорились. Сколько? У женщин эрогенной зоны? Все тело. Все тело. А также ее квартира. Переходя на социальный уровень опять. Вот возникает вопрос, кому нужнее секс? Знаете, то есть все наоборот. Мужчины, они романтики. Для них как раз больше вот это вот ухаживание, там, флирт. Вот это все. Любовь. Ну, женщин тоже важно. Но на них очень сильно биология влияет. Поэтому им надо нам много, больше. И влияет еще та самая путаница. Вот та самая путаница, которая в голове. Мы их воспитывают. Нас же в этой путанице, у нас женщин, я же тоже женщина, нас в этой путанице воспитывают. Вот твой муж, он должен зарабатывать, он должен... А потом еще, видимо, из Домастро, видимо, когда была задача сохранить вот эту ячейку, помните же, ты должна соблюдать супружеские обязанности. Вот мне от этой фразы все время это колотить начинало. Супружеский долг. Да, супружеский долг. Это же... Супружеский долг, что женщина должна быть средством разрядки для мужчин. То есть он работает, вкалывает, устает. Поэтому она такая и подушка для битья, и сексуальная разрядка, и, в общем, терпеть, принимать, гасить. А куда деваться? Вот патриархальный брак на этом устроился, что женщина одна выжить не могла. Поэтому ему нужно было позаресывать и замуж, хоть горбатый, хоть кривой. Ну, отголоски этого есть сейчас, когда у женщин как бы все есть. Ну, говорит, ну, на грусти, ты что такое? Мужчину, надо завести мужчину. Зачем? Вот она заводит этого мужчину, не знаю, там сажает на диван. Ну, хорошо, вот что дальше? Завела мужчину. Жизнь удалась, называется, да? Я как все. Да. Ну, сейчас уже женщина может и, ну, тоже может нормально зарабатывать. Слава Богу, с голоду никто не умирает. То есть экономически нет подоплеки для вот этого патриархального. Другой вопрос, и там есть такой, скажем, энергетический, психологический. То есть идея замужества, это может быть идея движения жизненного пути, что выйти замуж, это значит пойти в сторону, в том направлении, в котором двигается муж. Если оно осознанно, это ради Бога. Если оно осознанно, это действительно. Да, и они друг другу помогают, потому что он движется, она за ним, она ему создает поддержку. Ну, и говорят, что такое есть выражение, что за спиной мужчин, которые много чего достигли, женщина находится, да? Потому что если женщина его поддерживает, у него дела в горы идут. Если женщина не поддерживает, называется, подергался, подергался, и затих, и все. Сергей Владимирович, пока мы с вами на эмоциональном уровне находимся, я не могу не спросить про измены, про вопрос измен, да? Ну, то есть, как бы на первый взгляд, это вроде бы к эмоциональному, да? Как будто на первый взгляд. Но понятно, что здесь тоже существует путаница. Вот помогите тут с этим. Ну, получается, раз три уровня, значит, получается, есть три вида измен. А, социальное, эмоциональное и физическое. И физическое. То есть, если мы смотрим, социальное, ну, строго говоря, измена как таковая, это же некое нарушение договора. Ну, да. Поэтому, получается, что измена, социальный уровень надо искать. То есть, это, например, движенство, это как измена может квалифицироваться. Рождение других детей на стороне. Тоже как измена. Сокрытие материальных доходов от жены. Это тоже как измена, понимаете? Некоторые жены даже не знают, сколько муж зарабатывает. И он с ней не делится. Он куда-то там, то на родственников переписывает. Это, ну, это, пускай, это ненормально. Потому что у них должно быть 50 на 50. Если мы берем эмоциональный уровень, то здесь у нас же свобода. Поэтому, опять, может, крамольный мышь, что измены в любви не бывает. Потому что там нет договора. Там полюбил другую. Это неизменно. Ну, такое событие. Как к этому относиться? Ну, вот как бы все закончилось, и поэтому закончились отношения. И поэтому тут к чему? Иногда такой провокационный вопрос. Ну, у психологов у них всегда есть провокационные вопросы. Типа, можно ли любить больше одного? Он говорит, нет, я должна любить только своего мужа. Я должна любить свою жену. А как с заветом Христа, например, что там вообще всех надо любить? После пи ближнего своего, да. Ну, как это аморалка же, представляете? Христович, почему призывал? Надо всех любить. А как так? Вот эти все ревности, это на чем? Почему ты на нее посмотрел? А почему у тебя с ней переписка? А почему у тебя то? То есть, везде тотальный контроль. А почему у меня не может быть отношений с другими людьми? Ну, это, скорее всего, опять путаю с сексуальным уровнем. А на сексуальном уровне, чисто логическим, как я это все вычислял, меня это достали. Что же все-таки считать? Ну, я так считаю, что партнер, ну, сексуальный партнер должен быть один. Почему я так вычислил? Потому что, как я говорил, секс с удовольствием, а телу не очень важно, кто достаёт удовольствие. Главное, приятно, неприятно. Поэтому, если есть партнер, и вам хорошо, то телу нет необходимости кого-то искать. Вот если на эмоциональном контакте нашей душе нравится разнообразие, ну, заставь меня всё время слушать, не знаю, там, шестую симфонию Чайковского. Прекрасную симфонию. Но если каждый день мне вот-вот... То самое слишком появляется когда. Поэтому нам нравится такая музыка, то есть джаз там. То есть, чем больше у нас связи с людьми, тем богаче нация душа. А на интимном уровне там нет такого разнообразия. Ну, просто вот, опять же, это всё путается, и часто люди, ну, им не хватает эмоционального, они начинают искать совсем в другом месте. Мне кажется, для того, чтобы вообще, в принципе, вот в этом разбираться, достаточно развитый эмоциональный интеллект должен быть. Вот как-то по умолчанию, нет? Ну, это было вообще здорово, чтобы в фаре, в семье, они владели, разбирались, вот, перестали друг друг друга навешивать. Вот это знаменитое «ты меня обидел», вот это идея «жертвы эмоциональные». То есть, если бы я писал какой-то там новый договор мужа и жены, я бы первым делом написал, что каждый за свои эмоции отвечает сам. Чтобы не было такого вот «ты меня обидел», «ты меня…» Ну, потому что… Такая ответственность за себя, за свои эмоции. Мы как психологи знаем, что наши реакции связаны не с внешним миром, а наша оценка – это внешний мир. А вот интересно, вам никогда не приносили брачный договор на экспертную оценку у психолога? Нет, не приносили. А вот, казалось бы, да? Ну, по идее, это должно быть такое. Я так понял, у нас как-то не очень переживается эта идея. Вот эта идея с брачными договорами? Ну, да. Ну, это уже такой немножко бизнес-отношением, конечно, пахнет. Ну, наверное, это не очень привычно для нашего менталитета, да? Согласен. Может быть, со временем это будет меняться, но пока я крайне редко слышу, что люди заключали брачный договор. Это, как правило, уже взрослые зрелые пары, за плечами которых не одни отношения и серьезные деньги. Не одни разводы. Не одни разводы, да, и серьезные какие-то материальные ценности, которые имеют смысл оговаривать их, как это сказать, распределение. Хорошо. Добрались до сексуального уровня, да? Вот где кончается флирт, например, и начинается секс. Вот мы находимся на сексуальном уровне. Флирт – это к эмоциям относится ведь, да? К флирт к эмоциям относится. А секс, ну, все, что взаимодействие тела, начинается взаимодействие тела. Нет, нет, нет. Все, я опять попала в эту ловушку с телом. То есть, когда мы говорим про эмоциональный контакт, самое прямое и самое полное выражение эмоционального контакта – поглаживание, вот это физически. То есть, как бы тело может быть и с этой стороны, и с этой стороны. То есть, вот здесь тоже часто люди путают, что если отношение с телом, это сразу в эту сторону. Тут надо вообще определиться. Вот, ну, я, когда я начинал вот эти все тренинги, я там провожу на эту тему, мне казалось, ну, это сбитые темы. Ну, что такое любовь? Что такое муж и жена? Что такое близость? Что такое сын? Ну, когда я людей спрашиваю, никто не знает. Вот сейчас никто не может объяснить. Каждый придумывает что-то свое. Вы мне можете объяснить, кто такие муж и жена? Ну, как-то сейчас уже более-менее, с учетом того, что вы рассказали, про социальные отношения, про эмоциональные уровни, тут точно не хватит моего словарного запаса. И опять-таки, это будут те злые ружки, которые живут в моей наружке. В любом случае. То есть, в основном у людей сводится, что муж – это спонсор, а жена – это домашний комбайн. В основном, да. Все. Ну, это опять патриархальное отношение оттуда. То есть, люди вступают в брак, они даже не очень понимают, что куда они подписываются, как там, что будет. Поэтому и много разводов, потому что фантазия, никакой подготовка нулевая. По идее, надо со школы. Ну, я пробовал в школу сунуться. Какой-то курс такой хотя бы сделать для школьников. Потому что после тренинга многие говорили, чушь нам это раньше не рассказывали. Вот если бы мы знали раньше. Ну, или та же соционику, например, хотя бы люди знали, что есть разные типы людей, типы отношений. Но мне сказали, что это бесполезно. ЕГЭ, они все подготовились. В общем, у них там такая парадоксальная история. Ну, ты знаете, как та же Инжела Типова сказала, нужны курсы мужа вождения и жен вождения, чтобы они оговаривали, по каким правилам, куда едут, в каком направлении, с какой целью. Да, то есть парадокс. Я говорю, что это самая сложная форма отношений, а подготовка нулевая. Поэтому, а потом люди удивляются, почему у них не сложилось. Наоборот, надо удивляться, почему у вас сложилось. Сложилось, вопреки всему, да. Да. Какие вы молодцы. Потому что прогнозы очень низкие к успешности. Ну да. И вот возвращаясь, если к пресловутому сексуальному уровню, опять-таки, в вашей книге, я помню, что когда, я уже в одной из ваших первых книг, может, даже на мастерской вы нам говорили о том, что такое секс. Вот поцелуй, это секс или не секс? Это секс, это сексуальные отношения. Для меня это просто был эффект взорвавшейся бомбы. Ну вот это тоже. Ну вот здесь тоже, вот людей спрашиваешь, что это такое? Ну как бы все знают. Я говорю, ну дайте определение. Что такое секс? Ага. Очень сложно. Очень сложно. Что-то с энергиями связано, что-то с эмоциями. То есть, вот я говорю, как бы вы объяснили вообще там какому-то там подростку, ребенку. Ну, чтобы оттолкнуться, мы можем как сказать, что у нас, может быть, есть два вида удовольствия. То есть, у нас есть удовольствие эмоциональное, это вот с душой связано, и удовольствие... Телесное. Телесное. Не телесное. Психофизиологическое. Психофизиологическое, да. То есть, эмоционально она строится на основе потребностей в эмоциональном контакте. У нас есть такая потребность. А сексуально строится на потребности продолжения рода. Ну, то есть, это совсем другая инстинкция. И природа, она соединила продолжение рода с высшим наслаждением с оргазмом. Но человек научился тоже отделять. Поэтому, строго говоря, секс — это получение удовольствия на базе инстинкта продолжения рода. Вот такое определение, например, есть. Ну, вот вы пишете, что, на мой взгляд, подсказка к счастью в том, что синонимом понятия секса является ловинтимной. Ну, да, можно так сказать. То есть, там уже понятие нормы очень расплывчатые. И вообще, у многих людей такие загоны по поводу нормальной я в этой сфере или ненормальной, чаще всего ненормальной. Потому что, а нормы-то нет. Есть разные варианты. То есть, опять же, человек — существо творческое. Чего только он не придумал в этой сфере. А если за плечами опыт ядерной семьи, в которой прямо ортодоксальные отношения были, то у молодого человека, который только вчера наши студенты, вчера приехавшие из деревень, в том числе, из районов, у них шанс вот эти новые отношения построить, новый смысл найти в этих отношениях как бы через боль, через, как это, знаете, в Руме есть такой суфийский, по-моему, поэт. Он говорил, что через раны в нас пропадает свет. Вот только через это, да, очень красиво, по-моему, только через это может человек пройти или будет все время натыкаться на то, что вот этот привычный семейный сценарий не сможет найти тот свой, вот разобрать этот клубок. Вот как человеку, который не психолог, у которого нет опыта сгармонизированной, там, слаженной, сбалансированной семьи, научиться различать вот эти уровни, видеть их, раскладывать их и не смешивать. Как этому можно научиться? Хотел познакомиться с этой информацией сначала. Посмотреть наш подкаст, как минимум. как же он научиться? Я по поводу первой книжки «Любовь и другие отношения», она очень такая тоненькая, карманного формата была. Я потом уже в качестве расшифровки вот как раз для, может быть, таких людей писал. У меня вышла книга, называется там «Сто ловушек в личной жизни». «Любовь и другие отношения». Потом есть в питерской издании такое «Зарихватское» название. Почему одни там? А, почему на одних женятся? Что-то такое, по-моему, да нет? Нет, нет, нет. Любят одни. Любят одних, а женятся на других. Живут другие, а женятся на третьих. Как-то такое было название. первое, что с этим можно делать, ну, и для брака, если говорить про брак, все-таки, я все время встретил фразу у Ницше, такую поддержку от него получил, он говорит, что самое главное в браке это общение. То есть, это не продолжение рода, а вот, то есть, то есть, самое главное, это если вы можете договариваться, если вы можете обсуждать, решать проблемы, вот, тогда шансы есть. Это как в бизнесе, если у меня партнер, я не могу с ним договориться, никакого бизнеса не получится. Поэтому, даже мы любим друг друга, у нас все равно ничего особо не получится. А к вам уже приходят семейные пары, которые, скажем так, близки к разрыву из-за того, что в гаджетах сидят все. Ну, нет такого, что вот из-за гаджетов, но пары приходят, которые там близки к разрыву, но мы работаем, и я скажу, что это очень эффективно, как ни странно, даже и такие сложные ситуации, просто иногда людям чуть-чуть вот просто подсказать, помочь и так далее, и у них там все налаживается, там как-то была пара, там женщина чуть-чуть не с травмой, там уже битие началось, там все уже на грани. С травмой физической, что ли, ее уже побивать начинают, поколачивать? поколачивать, ну там три-четыре, что ли, встречи провели, и все, потом у них и дети, все у них наладилось. Просто нет еще вот этой сопровождения семьи, в общем, делаем. А чтобы вы, если бы, вот извините, если вы были чиновником, какое бы вы предложили, могли сопровождение именно вот на этапе формирования семьи, когда люди еще не женаты, вот школьное образование, о котором вы говорите, да, или еще что-то? Не надо начинать, конечно, со школы, вот, надо там закладывать некие знания, информацию, вот, а так я знаю, что в ЗАГСах там пробовать, например, какие-то там курсы делать, ну как-то с разными... даже какая-то есть обязаловка, они должны прослушать какие-то лекции. Было вот такое, я знаю точно, сейчас не знаю, есть или нет, но как-то с разным уровнем успеха вот это вот получается. любая обязаловка, конечно, не работает. Ну, в общем, институт брака нуждается в поддержке, в поддержке, но, опять же, ситуация такая, что государство не очень сильно занимается частной жизнью человека, то есть, оно больше занимает социальную жизнь, то есть, ты должен там учиться, инженером стать, вузы, дипломы, профессию, молодец, а человек ушел с работы, все, в строгом смысле государство особо не интересуется, поэтому спасение утопающих, дело рук самих утопающих, как вы там в этой частной жизни барахтаетесь, вытягиваете себя за волосы, вытягиваете себя сами за волосы, да, ну и вот, поэтому, может быть, модно, вот эти женские тренинги, да, какие-то курсы, то есть, люди пробуют, ищут, но вот, я даже тоже не очень представляю, как это с позиции государства решалось, чиновничьим способом, чаще всего, это тоже в любом случае, как бы, обязаловка была бы. Чаще всего, как-то, когда за это берутся, почему-то бывает хуже, вот, когда это самодеятельно, когда это самоорганизация, оно как-то, я бы, наверное, как-то поддержала тех людей, именно, которые бы готовы были сформировать вот это профессиональное сообщество, которое уже, в свою очередь, сделало бы какие-то программы живые, с точки зрения своих знаний человеческой природы, на которые бы человек шел, потому что то, о чем вы упоминали про женские тренинги, про вот эти бесконечные там круги женские, долы, вот эту баюки, женская роль, как бы, возвращается, да, смотрите, как интересно, с одной стороны, мы ищем новые смыслы, смысл в браке, в котором больше мы подходим все-таки к партнерским отношениям, да, сейчас, ну, в общем, как-то на это вот туда, как будто компас тянется, и с другой стороны, женщины с огромным удовольствием посещают вот эти ретриты женские, возвращение женской сути, то есть это как бы такое архаичные вещи, да, возвращают, там, убаюкивание практики, как с мужьями, с детьми и так далее, вот удивительно, да, вот какие-то такие вот растяжки, казалось бы, они все про одно. Ну, вот сейчас такое время, да, переходный период такой называется, вот, нам так повезло, и она очень творческая, поэтому и так, и так, и так, и так, пожалуйста, творите, выдумывайте, пробуйте, а упование на старую модель, ну, что, типа, вот, давайте обратно, и это все нас спасет, ну, я не уверен в этом, да, то есть, ну, не всем это подходит, и мужчины не очень готовы быть главой семьи, и женщинам не очень нравится, вот это вот. быть подушкой для битья, как вы сказали, как вы сказали, инструментом для снятия напряжения, для снятия напряжения, да, те молодые люди, которые посмотрят этот подкаст, у них, по крайней мере, может родиться какая-то идея творчества, да, о том, что вот золотое слово было, что общение нужно, если ты не будешь общаться, то как ты покажешь мир у себя, и узнаешь мир в том числе, можно не только рассказывать, и вопросов задавать. что им надо создавать свою модель, потому что конфликт это из-за чего, он вышел из одной семьи, там одна модель, она вышла из другой семьи, тут другая модель, но мы же с детства с кровью матери, это молоко матери, мы подумаем, что это так оно должно быть, у нас даже нет сомнений. Это идеал. Я думаю, что так и должно быть. Потом, когда они соединяются, у них идет борьба, не бромоют Джульетте, а за его спиной стоят родители, говорят, Монтеки и Капулейцина, говорят, это что за жена, ты посмотри, какая у себя ведет, там, дролята, и за ее спиной тоже стоят, ее родители, говорят, это что за муж такой, да, разве так можно, пра-та-та. Ну, то есть через них очень часто конфликты бывают такие надличностные. Поэтому людям кажутся, что это они ругаются, но сами через них идет вот эта борьба. Система, борьба систем семейных. Поэтому решение-то в том, что мы уважаемым, то есть никакая семья победит, то есть мы уважаем эту семью, уважаем эту семью, но мы можем создавать третий вариант. Вот это может быть таким компасом, что вместо борьбы надо найти такое, ну, как свое государство, ну, как свое новое государство, по каким правам будем жить. Сергей Владимирович, последний вопрос, касающийся, как раз, наверное, страха. Вот все-таки очень много людей, молодых, боятся, видимо, интуитивно понимая, что они там вот, как котята, да, будут тонуть вот в этой путанице отношений. Они просто их боятся и просто вот так раз, так и отодвинули. Лучше я так в одиночестве там, ну, это понятно, до поры до времени, но вот этот страх тоже можно как-то, что с ним можно сделать? Ну, это какие-то, как это, как психолог любит говорить, это какие-то травмы там такие, да, что он настрадался в предыдущих отношениях там с мамой, с папой, еще с кем-то, вот у него такой вот, какой-то есть негативный опыт, который он потом переносит и уже не хочет, хочет, чтобы такая дистанция была. Ну, тоже тогда, получается, имеет право быть, да, как говорится, но не хочет отношений, значит, пока не надо его тянуть туда. Ну, да, ну, я думаю, что приоритетно, это самое главное, чтобы с собой были хорошие отношения. Это да. Это вот самая лучшая основа отношений, когда у тебя внутри все хорошо, тогда у тебя есть избыток, ты можешь делиться, и тогда никаких страданий. Это точно. Сергей Владимирович, спасибо огромное за беседу, зрителям спасибо за внимание, мы закончили, надеюсь, мы еще с вами встретимся в этом формате и поговорим уже о новой книге и о том, как полюбить себя несовершенного. Спасибо за внимание, всего хорошего, берегите себя, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok